В администрации Барнаула не согласны с требованием пассажироперевозчика Агастран свернуть себе право на три маршрута. Спор начался после проигрыша компании в городском конкурсе. В мэрии настаивают, что процедура была соблюдена правильно, а новичок рынка, который будет привозить пассажиров с марта, честно одержал победу. Напомним, накануне мы рассказали историю Агастранце – пассажироперевозчика со стажем в 10 лет. Все это время компания обслуживала маршруты 33, 77 и 121. Как поясняет в мэрии, в августе прошлого года у фирмы закончился договор. Претендентов на участие в конкурсе было два – сам Агаса, новичок Транслайн. Тогда обеим компаниям отказали. В частности, у Агаса нашли нарушение – неоплаченную пеню в 26 копеек. По словам представителей Дорожного комитета администрации, судебная практика такова, что этот вид долго учитывают как обязательный. Тревозчик же утверждает, что обязательным платежом пеня за уплату мест страхования быть не может по налоговому кодексу. В повторном конкурсе в ноябре комиссия зачла победу Транслайну, в штате которого числилось всего 4 сотрудника. Выявлено, что у Агаса Транса баллов по дополнительному оборудованию меньше, чем у Транслайна. Это выявлено в ходе визуального осмотра. Это бегущие строки, это автоинформаторы, это видеофиксация дорожной ситуации, ситуации в салоне. Это безналичная оплата проезда. А вот есть ли у нового перевозчика штат медиков, механиков и других специалистов до сих пор не ясно. В Дорожном комитете подчеркнули, что при проведении конкурса этот аспект не учитывали. Сославшись на Южно-Сибирское межрегиональное управление автодорожного надзора, которое выдает лицензии. Не сыграло роли и то, что Агас Транс закупил и хотел установить дополнительное оборудование на 50 имеющихся в Барнауле машин. В мэрии отметили, что сейчас автобусы нового перевозчика ездят в Бийске и Поспелихе. В марте 49 машин планируют перевезти в Барнаул. На чем будут ездить пассажиры Наукограда и Райцентра, пока непонятно. Добавим, что антимонопольная комиссия сегодня вынесла свое решение в связи с обращением представителя Агас Транса. О нем мы расскажем завтра.